Проводили ледоход и готовятся к новой потенциальной опасности. В Ленском районе с 20 мая начался пожароопасный сезон. Пятый по влечению в Якутии со своими лесными массивами он нуждается в постоянном наблюдении надзорных органов и внимательном отношении со стороны местного населения. Для борьбы с лесными пожарами уже давно используются современные технологии. В этом году на территории Якутии в штатном режиме запускают беспилотники. Беспилотные аппараты привлекаются на данный момент к центральной Якутии, там уже зарегистрировано несколько лесных пожаров, природных пожаров. На территории Ленского района при необходимости тоже, естественно, будет эта работа проводиться обязательно. Ну и также скажу, что со спутника, с космоса идет мониторинг ежедневный термоточек, то есть термоточки где-то в лесу задымление или что-то горит. И с термоточки ежесуточно поступает сведение, что на территорию какого-либо района, там по такому-то квадрату с координатами, есть термоточки. И все, мы начинаем по термоточке проводить работу. На территории Ленского района лесных пожаров пока не зарегистрировано. Но нередко во время летних сухостоев пожароопасные ситуации возникают и в местах сезонного пребывания – дачах, фазендах, частных участках. Ленские дачники к пожарной безопасности относятся ответственно, пока незаконных палов не выявлено. Нет, вообще-то не замечал я. Тут все нормально у нас. Может, где-то там дыма не слышно запаха. А как вы думаете, вообще как стоит расправляться с мусором, так скажем, с травой, с листью? Ну, мы увозили в мусорку, нынче не знаем, что будет. На мусорку увозили, сухой мусор вываливали. Пожароопасный сезон и так видно, трава сухая везде, сухостой стоит. Поэтому здесь и без объявлений, и объяснений, в принципе, все и так понятно. А так, чтобы где-то костер, вот как сухая трава, там пал устраивает. Нет, такого здесь нигде не замечал, не было такого. Во-первых, ты сожгешь дачу, кто же тебе за нее потом компенсирует? Ты же сам виноват, сам сгорел. Ну, поэтому здесь очень внимательно за этим следят. Синоптики обещают сухую и ветреную погоду на протяжении всего лета. Это означает, что любая халатность даже одного человека может привести к непоправимым последствиям. Роман Токмаков, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край». Роман Токмаков, Сергей Счастный.